Администрация города Чебоксары продолжает изучать мнение жителей о транспортном обслуживании в столице. Напомним, транспортная реформа стартовала 1 декабря и горожане предложили скорректировать ряд новых маршрутов. С 25 по 29 декабря идет голосование на портале «Открытый город». Чебоксарцы предложили скорректировать некоторые автобусные и троллейбусные маршруты. В начале декабря во всех районных администрациях прошли встречи с инициативными горожанами. С их помощью были сформированы предложения по частичной реорганизации транспортной сети столицы. За то или иное мнение можно проголосовать в мобильном приложении «Открытый город». Сейчас я тоже попробую проголосовать. Итак, скачиваем приложение «Открытый город». Кстати, это бесплатно. Регистрируемся все стандартно по номеру телефона и коду подтверждения. Очень быстро. Вот все. Теперь я тоже могу принять участие в вопросе. Внимательно изучаем вопросы. Сейчас можно оставить свое мнение о возможном изменении схем движения автобусов номер 7, 12, 20, 22, 26, 41, 42, 45, 46. Троллейбусов номер 15, 18, 19 и 22. Каждый ответ фиксируется. Для меня это очень удобно, мне кажется. Ну, как представителю молодежного такого поколения. Скачать мобильное приложение не стоит ничего, по сути. Это гораздо удобнее, чем заходить на сайт даже, потому что мы чаще сидим в телефонах. Одно из голосований – это голосование по поводу транспортной реформы, про введение новых автобусов в городе и удаление старых маршрутов. Для меня этот вопрос очень актуален, и я бы приняла участие в этом голосовании. Я думаю, это очень важно, особенно если после голосований и каких-то наболевших вопросов эти вопросы решаются в конце концов. Приложение, конечно, нужно. Есть все-таки какая-то информация, которую иногда нужно получить в плане и мобильности, своем перемещении по городу, что-то узнать, как-то рационально распределить свое время, распланировать что-то. В принципе, приложение удобное, хорошее, но так пока еще активно пользоваться не начал, так сказать, только пока узнал о нем совсем недавно, но думаю, в дальнейшем буду пользоваться их. Я голосовать буду обязательно, потому что сейчас домой пойду, я вот так не могу, обязательно проголосую. Мне не надо всегда спрашивать, мне не надо, потому что это же мы же ездим, нам же это надо. Голосование продлится до 29 декабря, и только потом будет принято окончательное решение. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.